Мы приехали еще одно место с желтыми рамками. Горы Уги. Это самое глубокое озеро Эстонии. 38 метров глубина этого озера. При этом она маленькая, но самая глубокая в Эстонии. А здесь соловьиная роща. Я сейчас посмотрю. Как водичка? Теплая? Организованные зоны отдыха. Интересным образом. Сколько всего можно здесь посмотреть. Это что-то вообще прикольное. В лесу надо съездить. Здесь действительно здорово. Мы впечатлились этим местом. Этот населенный пункт находится на холмах. Все ухожено, все культурненько. Все красивенько. Здорово. Водичка чистенькая. Шумит. Деревня Милота. Мостики. Тишина. Машин нет. Людей нет. Но все подстрижено. Мы в Рыуге. Продолжаем познакомиться с местностью. И очередная смотровая башня. Это очередной шедевр. Да. Кто эти люди? Кто это все придумывает? Обалдеет. Где их учат? Классно. Гнездо. А это? Да. Финансирование. Финансирование бывает. Финансирование. Они соглашаются. Вот такое что-то. Ну это же очень круто. Вообще. Гнездо. Здесь опять певческие. Вы туда пошли. Посмотрим вот там по кругу. Или вы сразу хотите? Ну да. Я так и хочу. И башня будет финалом. А здесь певческое поле. Видите? Местное. Классное. Угу. Жилищ древних. Останавливаем. Целый мастер классный. Салоны на крыше. Крыши зеленые. Соломины. Сохина называется куричина. Я теперь знаю, что такое куричина. Вот этот корень, когда корень торчит, видишь, держит. То есть берут ствол, берут ствол, это дерево с корнем выкапывают, и вот это куричина, которая держит весь этот накат. Я такое слово слышал давно, но теперь, когда я это увидел, я сразу понял, вот это точно оно. Это что-то с крышей было связано, точно это оно. А посмотрите, какая интересная идея по поводу двери купе. Петель раньше не было, здесь же все деревянное, петли металлические, и она вот так вот стригалась. Ну еще, Наташ, ну поднажми. Ну давай. Нет, ручек тоже не было. Где же все без единого гвоздя, изба. Видишь, все на этих деревяшечках. Значит, так был корень еще какой-то. А, странный. Наташа, если медведь, если медведь, а ты не можешь закрыть. Мы вдвоем. Жить захочешь? Это баня? Да не знаю. Это что-то. По-черному. Смотрите на соломенной крыше. Камешки наложены сверху, чтобы ветром не сдувало. И она тоже построена, смотрите, тоже на куричных. Ну, кстати, петли тоже деревянные было. Ну, я увидел петли деревянные. Смотрите. Это баня? Нет, это клавиш. О, прикольный. Все, все бесконечно. Эти еще не доделали. Эти еще не доделали. А вот здесь плетей. А вот здесь, значит, животные содержали. Да, и здесь тут такие кормушки. Ага, корыто. Вот здесь они свиньи гуляют. Смотрите, а здесь крыша покрыта берестой. Видишь, что здесь снятые береста. Здесь тоже береста. А сверху жердями, чтобы не разлеталась эта береста. И здесь тоже берестяная. А, ну, поедите ли? Это, наверное, крупный черед. Да, ну, тик-кури. Ой, это какая-то какая-то. Что-то у нас финские производители металлических кровей. Гарантию никто не дает на нее. Ой, а здесь черная коптильная коптилка. Да это, короче, изба. Вон они там спали уже, видишь, на этих полках на Сенин-Навале. Здесь так и лично. Это дом. И он даже, смотри, изнутри замазан щели глиной. Ага. Ты тоже же, да, без глазки? Ну, да. И тут говорится, что это Аша. Аши есть. Почему так? А я Наташа. Поручее. Наташа переживает, что у нас не закрытая машина. Лисим в запте. Кишинек лежит сверху. Да. Мы же в истории на Хастан. Ну, это, наверное, женское такое сквозь, что немножко побольше переживать до этого года. Ну, наверное. Ой, мы, смотри, находимся на горе, а там внизу лобры происходят. Это градище древнее, наверное. Точно это древнее градище? Крыл. Вот мы добрались до Солотой мостик. Здесь, видишь, можно по этому спуститься вниз. И вот там вот лоб, а там умеет подняться. Здесь по этим долинам, по этим долинам, вокруг этих озер. А озер здесь много, они так тянутся, 5-6. В общем, много. И везде проложены тропы туристически, пешеходные. Красиво здесь. Очень приятно. Ухоженное такое все, да. Волшебно фантастически. Да, это вот для открытого доступа, вот этот парк. И все бесплатно. Да, ты просто приходишь и гуляешь. Да, везде все бесплатно. Гуляйте и гуляйте. На все башни бесплатные подъемы. На все смотровые, пожалуйста. Это важно. Гуляйте и гуляйте. Нейте. Нейте, Нейте. Нейте. Все прекрасно, но для стопах, конечно, это ж подвесной мод. Ой, он трясется, качается, а он тросовый, да? Да, гантовый мост. Ой, палахаю. Ой. Ты видишь, ты так припрыжишь, да? Да, мы шли из соловьиной рощи, мы попали на стадион. Стадион шикарный. Ну как же, деревни без машин качались. Здесь качались вообще грандиозные, со скотровой площадки. На краюх будешь летать и взлетать над пропастью. Она спрыгнет, мне кажется, будет испугаясь, качаться. Для нее это неестественно все. Ой, ну вообще классно, так прям приятно. Вид такой, потрясающий. Сидишь, ты видишь. Я вижу, ну все. Я вас тоже покатилем немножко. Сюда не страшно? Да, это тоже арт-объект. Индустриальный арт-объект. Огромное гнездо. Здесь площадка для отдыха организована. Надо собраться с силами. Перед тем, как вот туда, наверх. Сейчас посмотрим, сколько она метров. Метраж, все понятно. 25, я так предполагал. 15-25. Здесь широко, удобно, комфортно. Собаки здесь? Нет, собаки здесь слишком. У нас ступеньки тут вообще нет. Смотри, какие колючие. Так, это мы на первом ярусе. Ого, вниз тут. Прозрачный пол. Я все жду. Тут прозрачный пол. Прозрачный пол. И качается эта пашня еще. Здесь больше 10 человек. Да, там написано. А наверху 25. Мама поднялась. Наташа наша пришла. Нам скинеры. Что? Как-то я боюсь выйти к вам на террасу. Я боюсь мигать ветром. Ой, да мы сами тут на полусогнутых. Да? А вы боёте выше? Обязательно. Кроме меня? Будем бояться, но пойдем. Да не, не страшно. Сок, сок. Но здесь чувствуется все равно вибрации. Как красиво выглядит. Ну я очень отважная, честная. У него ноги, конечно, жарко мне от этого, от своей собственной отважности. Сок. 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 Ну ладно, пойдем. Мне кажется, эта голова кружится у меня. Мы пойдем с ногой. Мы здесь вот покажем. Часть. На этой ступеньке. О, сейчас задует. Ветер поднял. Да, ветер сильный. Ооо, это высоко. Вот это да. Вниз что-нибудь видно? Вниз? О, видно. Высоко видно что. Героически. Героически. Как чувствуете? Вылупилась из яйца. Ой, да. А тут ветра нет. Вот здесь вот хорошо стоишь. Вот туда выходишь, за этим яйцом ветер. Я, наверное, знаешь, такой очень пугливый птенец. Кормить не будет торопиться, вылазить. Ха-ха. Ой, красивый птенец. Кормить птенец. Ох, мне кажется. Надо что-то держать. Ух, не бывает. Я бы не слышал объяснить над углом птенцом. Как и все. Птенец. Подпенцем кормили. А, где-то решение осталось. Продолжение следует...